В эфире телеканала Видное ТВ новости Ленинского городского округа в студии Екатерина Коваленко. Здравствуйте! Вот главные темы выпуска. Смелые и решительные в конце декабря в России отмечается День спасателя. Глава и совет депутатов нас поддерживают. Поддержку мы эту чувствуем. Три врача из муниципалитета стали призерами правительства Московской области. Общение с детьми мне приносит позитив в моей работе. В рейд новогодний патруль вышли сотрудники ГИБДД, а также Дед Мороз со Снегурочкой. В Ленинском округе по итогам года наградили отличившихся сотрудников МЧС. Торжественное мероприятие прошло в рамках празднования Дня спасателя. Героям были вручены почетные грамоты и благодарственные письма. За 2022 год Ленинским пожарно-спасательным гарнизоном было совершено свыше тысячи выездов. Из них более 350 раз на тушение пожаров. Благодаря этой работе 24 человека было спасено. В рамках профессионального праздника особо отличившихся сотрудников МЧС наградили почетными грамотами и благодарственными письмами от главы округа и от Совета депутатов. Хотели бы пожелать действительно вам неиссякаемую творческую потенциалу, здоровья, благополучия, достатка, комфорта и выразить огромную-огромную благодарность от лица нашего председателя Раченко Станислава Николаевича, от Совета депутатов. Стоит отметить, что сотрудники 28-й пожарно-спасательной части оказывали помощь и другим подразделениям. Глава и Совет депутатов нас поддерживают. Поддержку мы чувствуем максимально, как можем, работаем качественно. Но благодаря вот этой слаженной работе и получаются в принципе положительные, довольно-таки качественные результаты нашей работы. Среди награжденных Константин Жаворонков он 7 лет служит в пожарной части. Определился с будущей профессией сразу после армии. Нашей съемочной группе он рассказал, какими качествами должен обладать настоящий спасатель. Тут, наверное, больше самоотверженность, наверное, человек. Ну и в первую очередь, конечно, не грубая сила, а, наверное, все-таки мозги, как и визу. Нигде не нужна грубая сила. Всегда нужен холодный расчет. В завершение мероприятия перед собравшимися выступили ветераны Ленинского городского округа Валентин Витринский и Георгий Князев, внесшие вклад в развитие пожарной охраны. Наталья Буслаева, Кирилл Иванов, Ольга Садовская, Видное ТВ. Три медика из Ленинского округа стали призерами премии правительства Московской области в номинациях «Подмосковный врач», «Фельдшер» и «Медицинская сестра». Мы встретились с победителями и узнали, каково это быть лучшими. Наталья Корниенко – потомственный медик, по примеру матери, решила стать медсестрой, а затем получила профессию врача, выбрала педиатрию. «Общение с детьми мне приносит позитив в моей работе. Я как бы детей очень люблю, и я получаю удовольствие при общении с детьми. А когда еще они у меня выздоравливают, это еще как-то вдвойне большой плюс. Ну и радость какая-то от того, что я пользу приношу детям». Маленькие пациенты, их родители также ценят доктора и стараются попасть на прием именно к ней. «Очень хорошая. Мы только к ней ходим. Их хорошо осматривает, рекомендации дает. Помогает». Принять участие в конкурсе на соискание премии правительства Москвы в номинации «Подмосковный врач» Наталья решила по совету коллег. Само испытание проходило в Мониках и состояло из трех этапов – тестирования, работа в симуляционном центре и ситуационные задачи. И Наталья справилась на отлично. Как и невролог в видновской взрослой поликлинике Сергей Шаров. В медицине он уже 28 лет, но в подобном конкурсе участвовал впервые. Больше всего врачу запомнился симуляционный центр. «Как будто бы меня приглашают в процедурный кабинет. Пациенту стало плохо. Задача заключалась в том, чтобы я правильно должен был ответить на все этапы. То есть я должен был проговаривать, что я делаю. Я должен был сориентироваться. На все про все давалось там 10 минут». А вот медсестру терапевтического отделения Раису Малкину поучаствовать в областном медицинском конкурсе вдохновила дочь. Быстрее всех справилась с тестовой частью, с успехом преодолела и последние два этапа. В результате из 120 претендентов вышли в финал лишь 20. Среди них и наша героиня. «Честно, я не ожидала, что я вообще пройду во второй этап. Но так, когда я увидела в списках свою фамилию, меня, наверное, это еще больше двигало, стимулировало. Плюс я должна была не упасть лицом в грязь перед своим ребенком, который меня туда, можно сказать, направил. Но я была в восторге, что я победила». Все медики признались, такие конкурсы не только позволяют проверить себя и свои знания, но и попробовать свои силы в нестандартных ситуациях и даже узнать что-то новое. Поэтому наши победители обещали в следующем году вновь вступить в борьбу за звание лучших из лучших. Екатерина Борисова, Александр Логинов, Елена Кошлева, Видное ТВ. В Лопатинской школе прошла благотворительная ярмарка «Новогодний сувенир». Участником ее мог стать любой ученик школы. Ребята предлагали для продажи различные сладости, соки, выпечку. Расчет на ярмарке между покупателями и продавцами производился специально выпущенными советом обучающихся денежными купюрами «Добрый червонец», который можно было приобрести в обмен на пункты школы. В рамках ярмарки собрано около 80 тысяч рублей. Средства пойдут на подарки к Новому году для ветеранов Великой Отечественной войны. Более 15 лет в Ленинском отделении госавтоинспекции существует традиция проводить акцию «Новогодний патруль». В ходе нее Дед Мороз и Снегурочка, а также их помощники напоминают детям и взрослым о необходимости соблюдения правил дорожного движения. Приняла участие в этом перформансе и наша съемочная группа. В ожидании всех участников акции детвора и сотрудники полиции в компании с Дедом Морозом и Снегурочкой не скучают, тем более что танцы – лучший способ согреться. На протяжении более чем 15 лет сотрудники Ленинского управления ГИБДД проводят акцию «Новогодний патруль». Цель нынешней – напомнить детям и взрослым о необходимости быть внимательными на пешеходном переходе. Мы хотим от госавтоинспекции еще раз вам напомнить о безопасности, вручить вам вот такие дни. Спасибо большое. Держи. Но они у нас волшебные. Если вы их откроете, то там у нас есть символ новогодней елки, огонек, который светит у нас в темноте. Маленькие пешеходы получили еще и подарки от Деда Мороза. Сотрудники госавтоинспекции уверены, в такой игровой форме важная информация, касающаяся безопасности пешеходов, легче воспринимается детьми. Детишкам на самом деле очень интересно. Они приходят, задают вопросы. Почему мы стоим? Почему мы идем? Почему дяденька не остановился? Почему дяденька бибикает? Вот, как, например, мимо машины проезжает. На каждый свой вопрос ребенок получает ответ. В максимально простой, в максимально доступной форме. Действительно, к красочной акции с участием сказочных персонажей с симпатией отнеслись и водители, и пешеходы, пересекающие зебру. Здравствуйте, ребятишки! С Новым годом! С Новым годом! С Новым годом! С Новым годом! Здоровья вам! Спасибо вам! Всем здоровья! Еще одна важная роль акции «Новогодний патруль» – формирование позитивного имиджа сотрудников дорожной полиции. Сегодня ребята, наши сотрудники вместе с Дедом Морозом и Снегурчикой вручали новогодние подарки. Ну, наверное, было приятно получить подарок от сотрудников госавтоинспекции, а не штраф. Нашлись для участников дорожного движения добрые слова и у Деда Мороза. Желаю водителям побольше внимательности, бдительности, соблюдать дорожные правила движения, и особенно маленьким детям, которые не всегда их соблюдают, всем внимательности и безопасности в первую очередь. Берегите себя и своих родных в этом Новом году. Новогодние подарки получили и юные участники акции из дошкольного отделения Видновской школы номер 2. Максим Козлов, Кирилл Иванов, Ольга Садовская. Видное ТВ. Весь декабрь сотрудники телеканала Видное ТВ готовили для зрителей новогоднюю программу. В течение 31 декабря на телеканале будут выходить праздничные выпуски передач. Начало в 13.00. Я думаю, это будет очень интересно и очень необычно. Не только телеканал у нас в этом году молодец, у нас еще большой прорыв сделали наши соцсети. Мы запустили несколько конкурсов. К Новому году мы сделали в честь столетия СССР. Люди нам прислали свои фотографии, какие они были маленькие, под елочками, зайчики, лапочки, снежинки. А еще конкурс, который уже с призами, настоящий, такой торжественный. Это конкурс, который нам призы предоставил наш партнер. Сеть магазинов перекресток. А на Видное ТВ праздничная программа продолжится новогодним вечером. К ведущему Максиму Козлову придут известные люди Ленинского округа и расскажут о том, каким для них был уходящий год. А творческие коллективы исполняют для зрителей музыкальные номера. Максимально приложили усилия, чтобы сделать хорошее праздничное настроение нашим телезрителям. Это, конечно, в первую очередь, это самая главная задача. Чтобы те люди, которые включили Видное ТВ днем и вечером, чтобы они вдохновились, насладились, увидели знакомые лица на экране, которые их поздравляют с Новым годом. И мы надеемся, что отклик будет, что всем понравится. Праздничный эфир продолжится и в новогоднюю ночь, но уже в социальных сетях. Зрители ожидают трансляции с площади у кинотеатра «Искра», где будет работать Кирилл Махров с прямыми включениями. Нашему коллеге предстоит пообщаться с гостями концерта. И это все новости на сегодня. С вами была Екатерина Коваленко. До новых встреч!